Мухаммас, ассалам алейкум, вас приветствую. Сегодня, как вам турнир, во-первых, я видел, двоих ребят секундировали сегодня. Мухаммас, ассалам. Да, у меня здесь ученики дерутся, и друзья тоже дерутся, поэтому я как бы и помогал, и подсказывал. Так как у меня большой опыт в боях, я почти, можно сказать, больше 100 тысяч, наверное, бойцов секундировал. Это союз ММА с 13-го года. У меня большой опыт, и многие мне говорят, давай секундировать, чтобы я правильно подсказывал. Поэтому был один ученик и еще два друга, и они все выиграли. Насколько тяжело вообще секундировать? Потому что многие говорят, что секундировать всегда тяжелее, чем самому драться. Потому что, ну, ты говоришь, что бойцу не всегда слышит, не всегда выполняет. Вот, например, сейчас бой был Рашида и Кантемира. Да, вроде бы Кантемир ничего не сделал, и Рашиду говорят дельные подсказки, но выполнить их не получалось у него. Знаете, по поводу боя Рашида, Рашид почему-то постоянно в партии искал болевой. Я ему тоже кричал, ищи болевой, если возможно, лучше встань. А в втором, третьем раунде я уже ему говорил, если борьба неизбежна, сам борись. Ты же ММА занимаешься, много лет ходишь, ты боролся долго там. Кстати, я ему говорил после каждого раунда, ты же видишь, что он идет бороться, ты понимаешь, что борьба будет. Сам лезь в борьбу, сам делай все, чтобы соперник чуть-чуть подсуетился. А так ты летишь, он переводишь, и бой так проходит. Он просто пытался весь бой болевой искать. А вот еще вопрос. Насколько правильным было судейское решение? Ну, то есть победу отдали Кантемиру, но, казалось бы, не за что отдавать. Был просто контроль, и никаких активных действий снизу не было с его стороны. С обеих сторон не было активных действий. Просто они выбрали, что вот у кого есть доминирующая позиция, ему отдали победу. Потому что у обоих было положение такое одинаковое. Отдали победу, потому что тот доминирующий позицию сверху бывал. Одинаковые там, как было. В таких ситуациях они дают тот, кто занимал лучшую позицию. Это был тот, кто выиграл. А по поводу вопроса секундировать, секундировать тяжело, очень тяжело. Даже легче бывает самому драться, чем секундировать, потому что сильно переживаешь. Но есть моменты, когда ты не переживаешь. Когда как дерутся такие ребята, как Магомед Денисала, например, твои ученики, да. Есть ребята, в которых ты уверен 100%, ты как бы более спокойно будешь, потому что они по полочкам все четко, грамотно делают. А есть вот, которые только начинают карьеру, как Сурхаев, Сагид Гусей сегодня дрался. За него я очень сильно переживал, зная, что он еще сырой боец. И я боялся, что он что-то не то сделает. За таких, да, переживаешь. А есть какие опытные волки, да, как я уже сказал. За них как-то более легче бывает переживать. Вот вчера с Камилом Дуаршидовичем разговаривал касаемо со главного события. И я как бы удивился тому, что несмотря на то, что в Fight Night элемент шоу присутствует больше, чем условно Моисей, да. Что в со-главном событии за Лимхан Юсупов дерется. И то, что вот он как бы, я говорю, а как вы отреагировали бы на то, что он прошел бы в ноги там и так далее. То есть немного элемент шоу есть. В связи с этим касаемо хардкора хотел поговорить. Безусловно, есть позиция, что правильно сделали, что закрыли. Но с другой стороны, очень много бойцов, которые не участвовали в грязи. И боксеров, и кулачников, которые потеряли работу сейчас, скажем так, да. А как быть им, учитывая, что условный Камил Гаджиев не сможет всех вместить, скажем так. В WCA тоже такой более жесткий отбор может быть. Ну, у Файт Найта есть своя изюминка. Я знаю ее с первого дня, еще до 2012 года. Еще когда еще Кимоно дрались, Мурад Мача, Магомед Магомед, Мурад Кирим. Я знаю их историю там, с самого начала. Камил создал такой проект, у которого столько у него своя изюминка. Он это умеет делать, да. Из одного боя он может все шоу сделать, да. Это у них есть. Он соединил шоу и бои. Это его изюминка, как бы он это четко делает, да. Он это умеет делать. Касаемо, то что закрыли, ну, лицензию только забрали, да, как я знаю. Лицензию забрали, да. Они не могут проводить, вот, бокс уже точно нет. И голые кулаки точно нет. Ну, все равно турниры, наверное, они будут проводить. А касаемо, есть там нормальные и такие, которые адекватные. Я всегда говорил, что если ты нормальный боец, если ты рекламируешь ее, находишься там, то разницы нет, ты нормальный или плохой. Ты рекламируешь эту грязь, ты ее пропагандируешь. Они говорят, из-за тебя нормального смотрят. Тоже другие нормальные на тебя подписаны люди. Потому что ее рекламируют. И берут плохой пример. Это первое. Второе. Касаемо, что без работы останутся, правильно? Вот мы, да, как бы, Аксакала, да, как бы, как old school, да. Старожилы. Да, я вот ученик покойный Абдулманапа, Мусал Аладдинова, да, это мои тренера у них тренировался. Вот мы, в наше время не было в ОПММА. Мы разве потерялись? Всегда что-то найдется. Просто это, знаешь, у тех ребят, которые там выступают, и многих журналистов, которые их пиарят, у них эта фишка. А что будут столько бойцов делать? А что мы делали для этого? У нас тоже много было. Мы тоже выступали, есть и боевой, сам бейс, ММА Союз, рукопашка. Ты всегда везде найдешь. Хоть иди на стройку, поработай. Не обязательно же акцент делать. Да я вот здесь у меня вот работу потерял. Ну, это к лучшему, потому что ты занимался, ну, грубо говоря, грязью, да. А сейчас хотя бы ты это не будешь, так, пропагандировать. Работа всегда найдется, в этом нету проблем. Это просто сказать, что, а что мы будем делать? А мы что делали? Вот мы же прошли эту дорогу, мы это все знаем. Они тоже пройдут. Понятно, бойцов много стало. Да, и лиг тоже много стал. Есть СБ Янг, есть и другие лиги. Сейчас скоро, скорее всего, провести в отзывной свои турниры. Всегда найдется чем заняться. Если ты реальный спортсмен, хочешь чего-то добиться, пройди дорогу ССММА. Пройди дорогу боевой самбо. Это намного сложнее. Там даже в день поездки поединков проводишь, если на то пошло. Все ребята, которые тренировали, которые сейчас и в СБС, и в других лигах, они прошли это все, например, в день пять. И мы это проходили тоже. Они не хотят эту тяжелую дорогу. 18-20 лет идет там какую-то херню делать, грязью занимается, там хочешь, чтобы популярный стал. Со мной фоткали, сходили, что-то делать. Да лучше его годы я там, не знаю, в огороде работал, там родителям помогал, пахал, там аврикосы собирал. Более полезным занимался. Был полезным дома, да, сейчас тоже так же. Просто надо эту дорогу правильно пойти, правильно их вести. Я, например, если бы сейчас был в Молдове, в мое время это было, я никогда не пошел бы. Я им своим ребятам тоже говорю. Если вы туда заходите, ко мне за ней заходите. Вот и все. Всегда можно найти альтернативу, если ты спортом занимаешься, выступать, что-то делаешь. Сейчас много разных лиг, много разных видов спорта. Просто все туда лезут. Почему? Потому что сразу хотят хайп, стать знаменитым, грязь сделать легче. Наш народ, какой молодежь, к хорошим тяжело прозвать, плохое они быстро берут. Поэтому я всегда против них газу, потому что я человек дальновидный. Я вижу, что с молодежью творится. Об этом можно долго говорить, просто если я завожусь, я начну долго говорить. Я всегда буду против этой грязи, я буду, чтобы у нас была адекватная, порядочная молодежь, воспитанная в первую очередь. Вот сейчас многие говорят о том, что, и Анатолий Судянов сам подтвердил, что он найдет выход в том плане, что может быть под эгидой другой федерации какой-то будет проводить, может какие-то правила они могут поменять, буквально там, только партер, например. Пошли партер убрать или что-то другое. Они могут уже по другой федерации, например. Это не ММА будет, а что-то другое. То есть колозейки, как он сам сказал, есть. И вот в связи с этим, насколько следует федерации бокса дальше, учитывая связи, давление, авторитет Умара Назаровича Кремлева, дальше эту тему развивать? В первую очередь, Уман Назарович, хочу сказать, чтобы он мне в Инстаграме ответил, а то он пишет, пишет, он смотрит и не отвечает. По поводу их лиги, лицензии, мой им совет, да, этому лысому, да, как бы, это имя не говорю его, этому лысому, мой совет не искать глазики, заново проводить вот эти турниры, а лучше сесть со своей командой и подумать, столько негатива в ее сторону, проводить турниры более адекватно, как это делают, да, и Fight Night, и ACA, и другие лиги, да, лучше перейти, наше дело, например, да, уже хороший турнир проводить. Наоборот, если подумать, ну, все равно, ну, столько грязи, столько плохого, у него есть куча бойцов, команда, у него есть возможности, ну, проводи уже адекватный порядочный турнир без этой грязи, попробуй это сделать, и тебе пойду на встречу, думаю, и федерация в боксе, и другие федерации пойдут на встречу, можно же хоть по-другому что-то делать, я думаю, ему не надо искать глазики там в каких-то федерациях, ему надо, в первую очередь, у себя там и в голове, и у себя в кабинете там чуть порядок сделать, чтобы он проводил адекватные порядочные турниры, да, потому что в наше время, в данный момент, какая ситуация в стране есть, нам же нужно, наоборот, порядочно, адекватная молодежь, патриотическая, а не то, что он делает, например, это же опасно даже, я сколько раз говорю, что эти люди начинают нехорошие вещества, как бы вещи там употреблять, как-то что-то, потом каких-то нехороших там моментов по телевизору показывают, мы не знаем в дальнейшем, что будет, и я даже иногда говорю, что мне даже иногда бывает, что мои родители выйдут, но я боюсь, что что-то может произойти, потому что их много становится, и у них то, что они делают в этом, у них вот пресс-конференция на турнирах ударит, матерится, оно у них превращается, как будто обыденное, и они в роль входят, и они за пределами турнира, за предел пресс-конференции начинают этой жизнью жить, плохие вещи делают, кого-то бить, кого-то там что-то делают, вот это я не хочу, чтобы... Моему совету сначала проводить адекватные, хорошие, грамотные турниры, и мы наоборот его будем поддерживать, и ребят, и все. И последний вопрос, вот касаемо вот этого всего, что вы сказали, я слышал от кого-то, от кого точно не могу сейчас вспомнить, что сейчас Хабиб в зал очень жестко сейчас начал такую вот эту процедуру, ну, в пуске, скажем так, потому что после того, что там вот теракт был, говорят, что он очень серьезный разговор провел со всеми, и в клубе с ребятами, и с директором клуба, и что сейчас очень такой жесткий отбор. Действительно ли это так, что вот у Хабиба сейчас в зале, ну, практически невозможно, скажем так, попасть? Скажу сразу, что у Хабиба в зале никогда расслабления не бывает. Он всегда с ними жестко разговаривает. Он не только после происшествия, он всегда с ними разговаривает, он всегда их собирает. Хабиб это, можно сказать, точная копия своего отца, как и отец тоже делал. В конце недели, в пятницу или в субботу, он всех собирал, сажал и разговаривал. У кого какие проблемы с дома, что, как, чем помочь? Я не скажу, что он акцент сделал, чтобы было там какое-то происшествие. И как бы от того, что человек у него просто в сбору проходил, но не воспитанник его зала. Этот парень вообще не воспитанник его зала. Он просто в сбору проходил, и как обычно у нас СМИ взяли, прикрепили его в зал. Вот якобы, как бы он ученик там в зала Хабиба. Это вообще даже не его ученик. Он просто как бы проходил сбор, так же, как и другие ребята. По поводу разговоров, Хабиб всегда жестко разговаривает со всеми. Он всегда все контролирует. Он всегда ему объясняет, что и как. Если даже лично его воспитанники, он лично их наказывает. Они это знают. И они не косячат, ничего такого делают. А по поводу общения, у него в зале всегда есть это. Он каждый раз, когда приезжает, каждый раз, когда заходит, он через камеру с директором, со всеми на связи. Он всех их контролирует. Он очень много с ними общается, и как бы дает правильные советы. И морально, и финансово он всегда всем помогает. У него всегда есть контроль в зале. Просто я хочу сказать, что те ребята, которые прошли у него сборы в зале, они просто как бы сделали пару фотографий в зале. Таких еще много может быть. Того же парня можно было бы пойти в школу проверить, где он учился, и директора напрягать. В университете, где он учился, напрягать директора. Что у вас тут, кого воспитывали тут. Это просто от того, что определенным людям нужно было акцент делать на его зал. Сделали акцент, вот воспитанник. Нет, конечно, он не воспитанник. Нету там таких воспитанников. Там воспитанники показывают свой. Тот же Умар, тот же Усман, Ислам Махачев. Истинно воспитанник, они показывают и примером, и делом, и разговорами, как бы своей благотворительностью, чем они и занимаются, все их ребята как бы.